Девушки отдыхают В общем, и обычно люди такие, которые нужно к специфическому врачу вам обратиться, вы сразу идете к терапевту. Но чтобы сэкономить ваше время, вы можете воспользоваться нашим суперклассным чат-ботом. Значит, кто такой пульмонолог? Какие симптомы вас могут преследовать, когда вам нужно к нему обратиться? Пульмонолог – это человек, который следует легкие. В общем, например, у вас будут воспаления легких и задержанной мокрый кашель. Вместо того, чтобы тратить время на терапевту, вы сразу пойдете к этому человеку и сэкономите свое время и время врача. В общем, как это окупится, как это можно монетизировать? Очень классно, потому что телеграм-каналы можно очень легко монетизировать, продавая там рекламу. Примеры запроса работы алгоритма, например, как исправить произношение буквы R, F. Сразу тегается, что это логопед, сразу подсвечивается, какие хорошо алгоритмы считал, какие нет. Данные мы сами собирали, более 100 тысяч собирались с веб-сайтов. С веб-сайта 03, с форумов. Там люди сразу пишут свои запросы, пишут, к какому врачу им нужно обратиться. В общем, в фьючере можно собрать больше данных, подбор похожих вопросов. Давайте перейдем к демонстрации. Чат-бота? В общем, помимо того, что можно продавать рекламу в больнице ближайшие, можно продавать также рекламу таблеток. А давай уже презентацию? Давай. Это наш чат-бот, но можем... В общем, давайте что-нибудь спросим у него. Например, у меня сегодня болит нога и горло. У меня сегодня болит нога, горло и выпадают волосы. Я уже помогаю, что выпадает. Не особо. Давайте попробуем, выпадают волосы. Есть у кого-то варианты. Болит в груди. Давайте, болит в груди. Но нужно более... Мы настроили модель для того, чтобы больше вопросов... Ну, конкретизировать симптомы. Скорее всего, если... Человек не скажет, что у него болит... Давайте пойдем болит в груди. Пишите, болит в груди. Болит в груди — это просто слишком маленький запрос для того, чтобы определить, к какому врачу это нужно обратиться. Поэтому... Болит в груди и кашель. Болит в груди и кашель. Давайте боль в груди и кашель. Но нужно что-то такое более конкретное. Болит в груди и кашель. Мелокожа и зуд. В общем, так же мы в боте реализовали возможность поиска по локации. То есть вы отправляете свое местоположение, и оно отправляет вам в ближайшие больницы. Это можно очень классно использовать в плане того, что рекомендовать только определенные больницы. Или, например, рекомендовать, короче, самые ближайшие к вам места, что не совсем близкое, но которое удобное будет покупать вы. У меня болит на кампу. Размерно покривенно. По идее, это должен быть флеболок. Но я не уверена. Ты не умеешь? Флеболок, да! Давайте отправим местоположение, чтобы показать, что оно работает. Вы также сможете потестить этого бота. Но я не уверена, что он выдержит нагрузку, потому что мы его еще не задеплоили на сервер. Но попробовать, конечно же, можно. Получаю адресок. Отлично. Спасибо. В общем, можем отправляться. Можно обратно на презентацию? Вы просите? А почему нужен длинный текст? Потому что если человек, например, скажет, что у меня болит голова, это может быть стопотик вариант. Для того, чтобы мы сделали как минимум фильтр, конечно, по тексту, но по вероятности, если, например, фраза слишком общая для того, чтобы определить, в какой класс он принадлежит. Ну а почему не сделать какой-то decision tree, который будет дальше спрашивать иточняющие вещи? Потому что есть еще такая штука, что можно написать, например, привет, у меня сегодня три котика. И он скажет, ну давай пошли к терапевту и запомнит это. И может быть насобираться мусор. Вот. И потом тебе, может быть, ну мало ли, что там на этих форумах на самом-то деле… Ну я просто, как рекомендация, то если бы я написал болит груди, то вот бы меня спросил, там какие-то еще дополнительные симптомы, которые развиваются… Ну это как вариант, ну просто тут, тут еще такой тонкий момент между тем, что… Ну это можно направить, конечно. Ну вот, как следующий шаг… Тонкий… На самом деле было гораздо смешнее, смешнее, когда эта штука работала с очень маленькой вероятностью предсказания. Сейчас там больше 82%, но было очень смешно, когда там было 30%, и там можно было написать, я потеряла носки и совесть, и он тебе такой, тебе нужно к алкологу. Ну, в общем, и очень такие забавные штуки. Не, но у вас тоже должен быть треш-холл. Вопрос. А как вы… Как это? Где здесь медицинская достоверность? То есть, как вы контролируете, что советы, они как-то региональные, собственно, показания лучше? Это не показания, смотрите, это данные, там где люди сразу размещают. Мы сейчас собрали вопросы, там где люди автоматически разметили, типа, к какому врачу они это считают. Часто в этих же форумах ответы врачей, они говорят, вам к такому-то врачу нужно обратиться. То есть, это нужно дополнительный шаг еще сделать, дополнительный перепроцессинг, там где врачи сами отвечают, что вам нужно к какому-то другому врачу. Вот. Вы по реализации делали какой-то там work-to-win и расстояние этих слов… Мы подошли… Логистическая регрессия у нас. Мы подошли к самой большой модели сейчас, потому что мы собрали большое достаточно датасет. В принципе, работает не только базовая модель. Мы подошли… То есть, это регрессия? Да, мы подошли к процессу текста. Также мы рассматривали варианты сортов и RDA. В принципе, там есть еще на чем работать. А на основе чего вы размечали фразы, тексты? Как их близость? Достаточно большое время заняло сбор данных. Мы взяли… Да, мы взяли сайт, на котором люди спрашивают вопросы реверки. А, мер, реверки. Да, окей. Ну вот. И, собственно, там достаточно большая выборка. А, окей. Если человек использует, как я ничего не знаю, симптомы, то достаточно… Спасибо. Ну, и плюс на этом сайте ведь повидаются… Ну, на этом сайте ведь повидаются… Ну, на этом сайте ведь повидаются прожиные фразы, но мы уважаем уже добрые насмечены. Спасибо, ребята. Спасибо за просмотр! И за помощь больным людям.